Награды дипломов у заслуженного архитектора Сочи за многолетние труды собралось множество. Кстати, мало кто знает, что Леонид Звуков вместе с другом Игорем Ярошевским работал над концепцией проведения зимней Олимпиады. И было это еще в 90-х годах. Сегодня Леонид Константинович с гордостью показывает одни из последних призов. На очередном триенале Международной академии архитектуры в Софии он получил две медали. Золотая с изображением Карла IV от мэрии Франкфурта за проект многофункционального комплекса, работать над которым Звуков начал еще весной прошлого года. Надо было сделать там перехватывающую парковку на тысячу машиномест. Мы сделали небольшой высоты здания, там двухэтажное, плюс еще эксплуатируемая кровля, на которой также могут располагаться автомобили. Общая емкость там тысяча машиномест. Кроме того, там располагается комплекс ресторанов. Один ресторан, ну грандиозный, такого еще в Сочи не было. Это на тысячу посадочных мест. Пока же удалось воплотить в жизнь лишь часть проекта. Вместо комплекса с ресторанами, парковкой и развлекательными площадками работает только бизнес-центр «Гранд», который построен на месте бывших новогинских очистных сооружений. Работа по воплощению архитектурной идеи в стиле арт-деко продолжается. А вот проект «Алле и славы», за который Звуковы получили серебряные медали, уже был представлен сочинцам. Монумент «Павшим воинам журавлей» был открыт в канун Дня Победы. Над тем, чтобы в сквере создать настоящее кружево и журавлей, у отца и сына ушло несколько месяцев. Сначала эскиз был, эскиз. А потом, когда уже решили воплощать, то сделали рабочие чертежи. И все с листа шло. Закупили материалы и изготавливали. Сейчас сын Леонида Звукова Андрей работает еще над одним проектом сквера. Он будет посвящен водолазам, погибшим на Черном море в годы войны. Кстати, возможно, уже к концу этого года жителям Кудепсты будет где отдохнуть. Место встречи появится на улице Искры около школы. Здесь будет такой большой амфитеатр для сбора. Так как в Кудепсте нет у нас сейчас места, где бы жители собирались вот такого общественного, там будет и памятник вот этим водолазам стоять, и развлекательное для детей будет, и для среднего возраста школьного, и для маленьких детей. И такой галерея, бульвар будет, где люди смогут ходить. Этот проект Андрей Звуков создает по заказу мэрии. В ближайшее время главе города будет показан эскизный проект и начнется строительство нового места отдыха. А Леонид Константинович сейчас готовится к совещаниям с участием мировых лидеров в области архитектуры и градостроительства. Специалисты будут обсуждать архитектурные обновления всех стран при Черноморье. Встречи пройдут осенью и весной в Варне и Сочи.